Здравствуйте! Как всегда в это время по вторникам в эфире телерадиокомпании Щелкова программа Диалог. С вами я и ведущий Сергей Дадыко. Напоминаю, что программа наша идет в прямом эфире. Вы можете звонить к нам в студию по телефону 496, это код города, 567-1440 и 567-1450. И задавайте свои вопросы моим сегодняшним гостям. А у меня сегодня два гостя в программе. Только в первой половине программы первый гость начальник управления дорожного хозяйства, транспорта и связи администрации Щелковского муниципального района Максим Пчелкин. Добрый вечер, Максим Александрович. Во второй части программы ждем начальника управления по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Аркадия Собейникова. Ну, пока начнем разговор о дорожном хозяйстве, а также транспорте, связи, не знаю, вряд ли мы до связи доберемся. Максим Александрович, вот вы были у нас в гостях в этой студии ровно год назад. Своеобразный такой, наверное, предстоит вам краткий отчет о том, что проделано в вашем ведомстве за истекший год. В масштабах нашего района, ну и города Щелково тоже. Стоит сказать, что темпы мы 2016 года в плане ремонта дорог сохранили. В прошлом году, напомню, мы сделали 720 тысяч квадратных метров дорожного полотна, привели в нормативное состояние. В этом году планируется закончить на отметке 760 тысяч квадратных метров. У нас еще осталась одна улица по дополнительной программе ремонта, заканчивают работы. Ну, а в общем, если посмотреть не только по квадратуре, но еще и по километражу, в этом году мы перевалили за 100 километров восстановленного полотна. Если быть точным, 117 километров отремонтировали дорог в районе как областных, так и региональных. Федеральные дороги у нас еще в прошлом году был закончен ремонт, они все соответствуют нормативу. Сейчас ведется там работа по дополнению их элементами безопасности дорожного движения. Что касается более конкретики, в этом году в Щелково, в самом городе, 12 улиц. Первоначально было 8 в плане, затем по результатам голосования в Добродел еще добавилось 4 объекта. 10 километров отремонтировали в городе. Также это центральные улицы, как Комарова. На Комарову еще в том числе давно необходимость была переустроиться тротуара. Переустроили, теперь комфортнее немного жителям передвигаться. На улице Сиренево, как раз она у нас была по Доброделу, также отремонтировали полотно и сделали тротуар. В городских поселениях, в Монино 15 улиц отремонтировано, во Фрянова 7, в Загорянском 9. У них хоть в Загорянском немного позже начался ремонт второй части, но все-таки успели до конца сезона. В Медвеже-Озерском 4 улицы отремонтировали. В Медвеже-Озерском практически все улицы уже асфальтированы. Осталось еще нам еще одну программу выдержать. И можно так сказать, что в Медвежках вообще будут только СНТ не асфальтированные. А так все муниципальные улицы будут выполнены. В Гребенском в этом году самое большое количество дорог было отремонтировано 13 улиц. Появился там асфальт, где его вообще не ждали. За счет того, что в принципе там улицы узкие, в деревнях, получилось сделать большой объем по длине. В Трубецком отремонтировали 6 дорог. И в Вогоднинском 6 дорог. А по МОЗ Автодору стоит отметить тоже такой факт, что не только муниципальный ремонт у нас вышел, сделан был больше по сравнению с прошлым годом. Но и в МОЗ Автодору программа регионального ремонта тоже у нас в районе поработала. И вот они ровно в два раза превысили показатели прошлого года. 35 километров дорог отремонтировали. Основные проездные трассы к деревням в Афряно очень большую работу провели. В частности, здесь в Вогоднево, в Гребнево поработали. То есть основные магистрали у нас сейчас в нормативном состоянии. За два года удалось этого добиться. Извините, перебью. Вопрос такой к вам, Максим Александрович. Как составляется план, допустим, на будущий год, на перспективу? Какие дороги необходимо отремонтировать? Этим занимаются ваши сотрудники? Или все-таки учитывается мнение жителей? План 2019 года сейчас формируется по нескольким направлениям. Это и непосредственно наше мнение, которое как администраторов этого процесса. Также большое внимание уделяется порталу Добродел. В настоящее время до 2 ноября еще идет голосование на портале Добродел. И если активно голосовать, то вариант, то что дорога, которая вам кажется, более нуждается в ремонте, она будет отремонтирована в следующем году. Достаточно широкий выдается спектр для Добродела. Порядка 35% плана. Это будет однозначно Добродел. Также карта убитых дорог Общероссийского народного фронта, на котором люди отмечают дороги, проходит дефектовку и на целесообразность внесения в план ремонта. Вот основные три критерия. И плюс еще то, что было обещано администрацией в предыдущие года. Что не успели сделать. Что не успели сделать, что-то не вошло в основной план. Это тоже включается по возможности эти дороги. Обычно это грунтовые дороги, которые давно требуют перехода в грунтовое покрытие. Их включаем в последнюю очередь, но удается все-таки это сделать. Давайте мы традиционно посмотрим видеосюжет в тему нашего разговора. Посмотрим, там тоже прозвучат некоторые цифры, которые, может быть, вы уже назвали. Но, тем не менее, еще раз услышим, посмотрим, как реализуется действительно программа ремонта дорог в нашем районе. Ну, в частности, и в сельских поселениях, и в городе Щелково. Потом тогда продолжим беседу, и вы как-то, может быть, откомментируете ту ситуацию, которая сложилась. Давайте посмотрим первый сюжет. Комсомольское. Очередное преображение. Заездные карманы, плавные линии извилистых тротуаров. Такое увидит улицу после реконструкции жителей. Работы планируют завершить до 29 октября. Подарок городу к столетию комсомола. Глава района вместе со специалистами управления дорог, транспорта и связи, службы озеленения и благоустройства выезжали на место не раз, чтобы поэтапно контролировать ход ремонта. Перед тем, как укладывает тротуар, коммунальные службы заменили расположенные под землей трубы отопления. Их ресурсов хватит лет на 40. По обеим сторонам проезжей части переложены пешеходные дорожки. Сейчас их отсыпают щебнем, а после заасфальтируют. Работы ведутся по программе губернатора Андрея Воробьева «Дороги Подмосковья». В этом году в Щелкове выполнен ремонт тротуаров на улицах Комарова, частично на Шмидта и Пролетарском проспекте. В 2019-м муниципалитет продолжит приводить в порядок пространство для пешеходов. В первую очередь тротуары, чтобы они отвечали требованиям пешеходной логистики и могли обслуживаться колесной коммунальной техникой. Алексей Валов поставил задачу профильному управлению подготовить документы для обхождения в областную программу по строительству дорог к дачным массивам на территории муниципалитета. Я спросил бы обязательно взять на контроль эту ситуацию. Максим Александрович, подготовить мне условия вхождения в эту программу сельская дорога. И Москва готова сфинансировать строительство этих дорог. И Москва, в скором случае, частично готова сфинансировать строительство этих дорог. Поэтому надо использовать этот шанс для того, чтобы те ненормативные дороги, которые ведут и к ДНТ и СНТУНТ, и к участкам для многодетных семей, были именно включены в эту программу. Хотелось бы, чтобы вы прокомментировали условия вхождения в региональные программы, но сейчас у нас есть один звонок от нашего зрителя, поэтому давайте послушаем зрителя, потом продолжим наш разговор. Добрый вечер, вы в эфире, слушаем вас. Добрый вечер, я житель Щелково, меня зовут Василий Данилович. Вопрос к начальнику управления дорог. Уважаемый Алексей Александрович, подскажите, пожалуйста, как управление дорог предполагает бороться с пробками в городе Щелково? Злободневный вопрос пробок. Я бы сказал, что уже долговременный вопрос. Долговременный, да. Вопрос у нас в основном встает из-за единственного мостового перехода. С апреля начались работы по строительству моста через реку Клязьма с выходом на улицу Заречную. Что хотелось бы отметить, существующий мост у нас расчетная, его нормативная проспускная способность 45 тысяч машин в сутки. Сейчас по замерам она составляет более 85. А в летние дни, когда люди едут на даче в сторону Гребня-Огоднева и возвращаются обратно, до 120 тысяч машин проходят за выходные дни. Строительство моста – это как частично первый этап. Он позволит снизить порядка 15-20% сам поток автомобиля. Также мы в этом году промзону отремонтировали частично дорогу на улице Заречная, уширили место для выезда до двух полноценных полос. Также у нас еще в Мособлэкспертизе проект находится на сегодняшний день по уширению и сделаем правый поворот. В этом году, к сожалению, не получилось реализовать это из-за того, что пришлось вносить корректировки в проектную документацию. В следующем году это обязательно сделаем. Это еще улучшит дорожную ситуацию на этом перекрестке. Далее реализация второго плана. Заканчивается мост и дорога с выходом на РТС, которая позволит увезти весь транспорт грузовой, которым нужна в сторону Фрязина, минуя центр. Это еще плюс 25% к снижению. И, соответственно, ситуация должна улучшиться. То есть еще год будет такой в этом отношении, к концу года должны мозг запустить и ситуацию немного поправить. Должно стать легче дышать в центре города Щелково. Также еще по направлению по улице Фрунзе у нас в Мосэкспертизе проект по улице Сверлова и улице Фрунзе по устройству перехода на скоростных полос. И тогда там два района смогут спокойно разъезжаться в этом месте. Ну а далее о таких вещах, как западный обход. Вы имеете в виду финский-богородский? Да, не финский-богородский, а часть города, где Сверлова, Школьная, Ватутина, они выезжают, как правило, на Фрунзе. По Сверлова выезжают на Фрунзе, да, и уже в сторону финского-богородского либо в сторону центральной части города. Там тоже есть проблема с выездом. Эта проблема решается на данный момент. В следующем году ожидается ее реализация. На данный момент ситуация такова. Все находится в работе, но движется не так быстро, как бы хотелось нам в том числе. Еще хотел бы отметить по поводу тротуаров. В этом году мы отремонтировали тротуары частично на Гагарина, на Ленина, на Жуковского сделали новый тротуар Челковского шоссе в сторону госпиталя, улица Комарова, опять же, Сиреневая, Советская, полностью переустраивает тротуар с устройством плавных сопряжений на пешеходных переходах, с использованием тактильной плитки в рамках программы «Доступная среда». Комсомольская, также ее назвали в сюжете. На Западной переложили 250 метров тротуара, просто он там был настолько разбит. На Шмидта частично восстановили, но по Шмидту еще тротуар в следующем году у нас предстоит отремонтировать, уже сделать его проходимым. А также на Пролетарском проспекте, как вы заметили, уже ведутся работы по устройству понижений. На улице Талсинская и на улице Центральной. Еще бы хотел отметить... Как быстро закончатся. Как быстро закончатся. Все переходы, все раскоплены. Работы планируется закончить по контракту до 30 октября. Активно ведется работа, подрядные организации не на день не останавливают работы. Вот уже Комарова, Комсомольскую буквально за две недели разрушили тротуар, сделали основание, и сейчас уже асфальт укладывают на нем. То же самое по Советской. Еще бы хотел отметить нашу программу «Дорога к школе». В этом году мы привели в нормативное состояние подходы к пяти школам района. Это школа 11 на улице в Щелково, в Щелково также лице 14, школа в Трубино, школа в Гребнево и школа в Медвежьих озерах. Это уже второй год реализации этой программы. В прошлом году также была выполнена часть работ. На следующий год планируется до конца школы сделать доступными для детей, чтобы дети ходили по тротуарам, а не по проезжей части. Ну а также их родители подвозили по нормальным дорогам в эту школу на место учебы. У нас есть еще один звонок. Давайте послушаем нашего зрителя. Добрый вечер, слушаем вас. Добрый вечер. Меня зовут Александр. Максим Александрович, подскажи, пожалуйста, обещали пустить автобусы из микрорайона Богородский на Заречное, чтобы добираться детям в детский садик. Подскажи, пожалуйста, как там ситуация сейчас? На данный момент в режиме проверки пассажиропотока изменен маршрут номер 6. Сейчас мы запустили два автобуса для того, чтобы из микрорайона Финский и Богородский доставлять детей в школу на улицу Школьную. А также этот маршрут позволит решить еще проблему связать РТС с поликлиникой на Добролюбово, потому что люди закреплены в РТСе на поликлинике Добролюбово и без пересадки туда добраться не представляется возможным. Хоть и транспорт там ходит, но надо две пересадки совершить. Сейчас в тестовом режиме вышел автобус, изменил маршрут 6 автобуса. Это сейчас стало возможным. Дальше посчитаем пассажиропоток и при необходимости увеличим количество автобусов на этом маршруте. Перевозчик у нас МОСТ Трансавта. Это достаточно серьезная организация, которая и трассирует маршрут, и считает пассажиропоток, и в общем полный учет и сведения, которые ранее были недоступны для автоматического учета. Поскольку сейчас вообще абсолютно все автобусы в городе зарегистрированы в региональной инновационной системе, видно нам, как каждый автобус проходит свой маршрут, где он останавливается. За этим и следят и в самой автоколонии 1785, которая осуществляет у нас перевозки, а также в министерстве. И такие случаи разбирательств, когда высаживают не на остановках, это стало намного проще отслеживать маршрут. А также считать пассажиропоток. Ведь сейчас не только по карте «Стрелка» можно осуществить за наличный расчет передвижения, оплатить маршрутку, оплатить автобус. Также сейчас подвязали туда банковские карты. Теперь осуществляется оплата билетов по банковским картам. Есть некоторые проблемы с банковскими картами, но они уже решаются в таком частном порядке. Некоторые водители, особенно новые, которые приходят на работу в транспортную организацию иногда, пытаются побольше поднять степень наличных средств. Они ничего не понимают, что все учитывается. И такие случаи заканчиваются для них увольнением. Как за ними контроль осуществляется? Просто на линию приходят контролеры? На линию не только приходят. Во-первых, камеры в автобусах стоят. Это раз. Во-вторых, каждый терминал, он считывает, поездки считаются все. Как по карте «Стрелка», как и по социальным картам. Все это учитывается, и в конце месяца мы видим, например, сколько транзакций прошло по социальной карте, сколько по карте «Стрелка», сколько прошло транзакций, сколько даже налички мы видим. И наша задача снизить вообще, в принципе, долю наличных платежей при передвижении в транспорте. Поскольку социальная карта – это определенная группа людей, может пользоваться льготами, они возмещают всю перевозчику. Карта «Стрелка» чем хороша? Что чем больше ты в поездах покупаешь, тем дешевле тебе они обходятся. А наличный расчет, у них тариф один, и он не уменьшается с годами. Он только растет из держек для организации перевозок. И людям делается все для того, чтобы людям было выгодно иметь либо карту «Стрелка», либо социальной картой пользоваться, либо молодежь очень любит банковскими картами рассчитываться. Вот в таком направлении работаем. Вернемся к нашим дорогам, в частности, к видеосюжету, который мы посмотрели. Там прозвучали названия двух программ губернатора – «Дороги Подмосковья» и «Сельская дорога». Хотелось бы узнать, каковы условия вступления в эти программы, и что у нас в районе делается для Москвы. В рамках программы «Дороги Подмосковья» мы работаем уже в последнее время. Получаем субсидию на ремонт дорог. Но она подразумевает под собой замену существующего разбитого асфальтового покрытия на новое асфальтовое покрытие. Одним из проблемных вопросов сельских дорог является тем, что они грунтовые. И переход из грунта в асфальтовое покрытие требует по нормам наличия проекта. Проект на устройство дороги, замену грунта на асфальт, он стоит примерно одну треть от стоимости самих работ по приведению этой дороги в порядок. И для муниципалитета это достаточно существенно. То есть за те же деньги мы сможем сделать две дороги, нежели делаем одну с проектом. И в этом году такая для нас хорошая новость. Министерство транспорта прорабатывает вопрос о выделении субсидий на софинансирование именно проектной деятельности по дорогам. Что позволит существенно снизить нагрузку на бюджет и сделать работы уже в одном сезоне, выполнить и проектирование, и ремонт самой дороги. Раньше это делалось в два года. А сейчас, если все-таки подтвердится софинансирование, то это станет нам намного проще с этим работать. И как администраторам, и людям станет легче того, что не надо растягивать ремонт на два года. Вот и все. Еще хотелось бы вернуться к тротуарам. Мы в сюжете видели, как благоустраивается Комсомольская улица. Сам тоже довольно часто по ней хожу, пешком именно. Ну и на машине тоже езжу. Вроде тротуары становятся шире. Но не ущемляем ли мы, так скажем, права автомобилистов за счет расширения тротуаров? Это касается, вот скажем, пример Комсомольска. И вы еще упомянули улицу Гагарина, где тоже сделали тротуары. Но, тем не менее, поставили высокие бордюры. Раньше там парковались ночами местные жители, а теперь там места для парковки практически не осталось. Ну, это район Докачкалова. Вот, если можно, о парковках и расширении проезжей части. Расширение проезжей части. Это на улице Ленина мы, например, расширили проезжую часть на порядка 20-25 сантиметрах в некоторых местах. Что позволило нам, это нам позволила сама улица и физические возможности без реконструкции. То есть, с точки зрения улицы Комсомольска, это всего лишь визуальный эффект, я вам так скажу. Поскольку раньше тротуар был из плитки и еще, назовем так, горбатым. Вот, он стал, борт камень встал на том же месте, где он и был. Вот, асфальт выровнялся и визуально кажется, что теперь тротуар широкий. На самом деле, ничего подобного. Он какой был, такой и остался. Вот. В частности, если смотреть улицу Ленина, да, например, то тротуар там тоже кажется, что стал шире. На самом деле, он остался точно таким же. Все новое окажется лучше. Вот. От этого и визуальный эффект определенный существует. Алексей Александрович, у нас совсем немного времени осталось до конца нашего разговора. Но есть еще один звонок. Давайте послушаем зрителя. Я думаю, что будет очень важно. Вы в эфире. Слушаем вас. Здравствуйте. Меня зовут Михаил. Я хотел бы сказать, Максим Александрович, большое спасибо за то, что у нас появился новый тротуар в Первом Советском переулке. Теперь можно ездить на велосипеде. Действительно, очень здорово. Спасибо вам за тротуар. Еще программа эта только развивает и набирает обороты по тротуарам. В частности, губернатор на последнем совещании оговорил эту тему. Алексей Васильевич давным-давно борется за то, чтобы эти тротуары появлялись в рамках работ. Мы каждый год стараемся вне рамка ремонта все-таки увеличить и сделать хотя бы небольшие, но очень нужные тротуары там, где эти места уже были людьми прохожими. Область в следующем году планирует этим заняться основательно. И, соответственно, мы сможем сделать их намного больше не только в тех местах, где они нужны, но и отремонтировать существующие, которые уже практически под землей, можно так сказать, находятся. Вот такие планы. Ну что ж, остается пожелать только вам успехов в вашей работе. Спасибо. Надеюсь, что через год будет еще больше свершений, чем за минувшим. Мы тоже надеемся. Спасибо. Напомню, что в первой части программы «Диалог» сегодня был начальник управления дорожного хозяйства, транспорта и связи администрации Щелковского муниципального района Максим Пчелкин. Во второй части программы ждем начальника управления по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству той же самой нашей районной администрации Аркадия Собенникова. Не переключайтесь. Продолжаем программу «Диалог». Во второй части нашей программы у меня в гостях начальник управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации Щелковского муниципального района Аркадий Собенников. Добрый вечер, Аркадий Алексеевич. Напоминаю, телефоны прямого эфира 567-1440, 567-1450. Вы можете звонить к нам в студию и задавать свои вопросы моему сегодняшнему гостю. Первый вопрос, Аркадий Алексеевич. Наверное, все-таки самая главная проблема, которая сейчас стоит у нас в сфере ЖКХ, это задолженность по оплате за жилищно-коммунальные услуги. Насколько сейчас серьезная ситуация у нас в районе с этим, как мы с этим боремся? Да, на территории Щелковского муниципального района задолженность превышает сейчас 400 миллионов рублей. Это население за жилищно-коммунальные услуги. Из-за этого, естественно, управляющие организации и ресурсно-набжающие организации имеют проблемы с энергоресурсами. Для урегулирования ситуации администрации создана комиссия, постановлением администрации создана комиссия, на которой рассматриваются вопросы собственников и муниципальных нанимателей по задолженности. На данный момент в этой комиссии участвуют как и судебные приставы и представители Щелковской городской прокуратуры. Задолженность после проведенных комиссий уменьшается, но не в таком объеме, как хотелось бы. Судебные приставы ежедневно с управляющими организациями осуществляют рейды. Управляющие организации также сами занимаются черными метками, отключениями и ограничениями коммунальных ресурсов. Но они имеют право только ограничить по канализованию ресурсов, водоотведению, электроснабжению и горячему водоснабжению. После трех предписаний собственникам на квартирных домах, у которых есть задолженность более трех месяцев. То же самое проводится управляющими организациями с мобильным банком. Они ходят по квартирных задолженникам и вручают им уведомления, и также просят сразу оплатить задолженность. Это мобильные терминалы, у которых четырех управляющих организаций на данный момент они имеются. То есть они прямо с собой приносят? Да, с собой приносят мобильный терминал, вручают уведомления и просят оплатить. Некоторые собственники сразу оплачивают, некоторые просят управляющую организацию сделать договор о рассрочке. Это тоже возможно в каждой управляющей организации. Договор о рассрочке делается от полугода до года. В подтверждение Ваших слов предлагаю посмотреть видеосюжет, который мы снимали. Это было одно из первых заседаний комиссии, поэтому можно потом уже сделать какие-то выводы. Скажу, что снижается задолженность, но не так, как хотелось бы. Предлагаю наглядно посмотреть, как проходит работа этой комиссии. Долги по квартплате и по коммуналке. Они могут загнать и жители, и ресурсоснабжающую организацию в очень сложную ситуацию. При неоплате даже за месяц возникает брешь в бюджете как у тех, кто предоставляет услуги в ЖКХ, так и у самих людей. Незакрытый долг имеет свойство наворачиваться, как снежный ком. На заседание комиссии при районной администрации по урегулированию вопросов, связанных с взысканием с населения задолженности за коммунальные услуги, в комиссию входят представители районной администрации, прокуратуры, центра, Мособл, ЕРЦ, службы судебных приставов. Были вызваны должники по спискам двух управляющих компаний. Как и на прошлых заседаниях, и в этот раз в причинах, по которым у жителей возникли долги, разбираются персонально и индивидуально. Делая все для того, чтобы сдвинуть порой с точки зрения самих людей уже тупиковую ситуацию с мертвой точки. Или же мы даем возможность реструктуризацию долга произвести с управляющей организацией, сделать анализ этого всего, сделать график погашения долгов и гасить постепенно этот долг. Если мы видим, что это невозможно сделать категорически, тогда мы обращаемся уже к прокуратуре, к судебным органам, обращаемся о том, чтобы долг в судебном порядке востребовать и начинать уже его гасить через судебных приставов. Совершенно разная сумма. Я сам был один раз на заседании этой комиссии. Правда, пришло всего два человека, по крайней мере, две квартиры, две семьи. Суммы были 50-60 тысяч рублей. То есть примерно задолженность за полгода, несколько месяцев, ну, менее чем год. В то же время мои коллеги, которые были на такой комиссии, говорят, что кто-то не платил целых три года. И вроде как они соглашаются погасить. У них вот, ну, не знаю, практически какие-то деньги сразу появляются. И вообще, вот, не так давно работает эта комиссия, ну, вот, серьезные меры принимались, вот о чем говорила Елена Ивановна, обращение к судебным приставам и, не знаю, арест имущества в итоге. Были такие уже случаи? Ну, управляющие организации в судебном порядке долги собирают с населения. После исполнительного листа, получения исполнительного листа, естественно, судебные приставы входят к собственникам, которые имеют задолженность, и могут в праве то имущество, которое находится на том или ином собственнике, изъять. На данный момент две с половиной тысячи судебных листов уже получено на сумму 87 миллионов рублей. Сейчас находятся у судебных приставов в работе. Естественно, судебные приставы имеют право и заблокировать банковские счета, и оттуда списываются финансовые средства в пользу управляющей организации. Ну, а вот, чисто если человечески подойти, ну, как говорится, не плательщик, не плательщику рознь. Один, ну, так скажем, кто-то асоциальный элемент, как принято говорить, который, может быть, и деньги имеет, но их пускает на какие-то другие вещи, чем они не на квартплату. Другое дело, человек, который оказался в трудной жизненной ситуации, допустим, вдруг неожиданно остался без работы и реально несколько месяцев не может платить. Вот есть какая-то, ну, скажем, дифференциация по отношению к тем мерам, которые принимаются к неплательщикам? Не, ну, конечно, есть. У того человека, у которого трудная жизненная ситуация, управляющая организация соглашается на реструктуризацию долга. И его можно оформить в любой момент. Главное, чтобы собственники сами проявляли инициативу и не дожидались решения суда. А приходили в свою управляющую организацию, объясняли ситуацию и заключали. Потому что после решения суда отменить уже исполнительный лист очень трудно. Ну, вот еще одна такая ситуация, связанная тоже с оплатой за коммунальные услуги. Недавно прошло заседание комиссии по муниципальной собственности ЖКХ и экологии Щелковского городского совета, депутатов городского поселения Щелкова. И там рассматривалась такая информация, что жители практически 11 тысяч квартир, то есть несколько микрорайонов нашего города, получили вдруг квитанции за уплату за отопление практически трехлетней давности. Это зима 2016 года. Давайте я предлагаю сейчас посмотреть очень короткий видеосюжет и потом поговорим о том, как складывается ситуация на сегодняшний день. Давайте посмотрим. Главным вопросом повестки дня стало выяснение обстоятельств начисления дополнительных платежей за коммунальные услуги жителям Щелкова. Повышенная плата коснулась 11 тысяч лицевых счетов. Начальник Щелковского управления МОСОБЛ ЕИРЦ Наталья Вахранеева объяснила, что в январе 2016 года произошел сбой компьютерной программы, которая начисляет плату за теплоснабжение и поэтому якобы жители не оплатили эту услугу. Депутаты решили выяснить правомерное взыскание денег задним числом почти три года спустя и обратиться с этим вопросом в прокуратуру. На заседании также выступила Елена Галаганова, заместитель начальника управления по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству администрации Щелковского района. Она рассказала, что в этом году при запуске отопления возник ряд сложностей. Тем не менее, все они решаются в плановом режиме. Ситуацию на постоянном контроле держат в районной администрации. К отоплению мы еще вернемся. А сейчас вот по первому вопросу, что известно, почему, я знаю, там суммы назывались порядка трех тысяч, нужно вдруг ни с того ни с сего заплатить, хотя это нужно было платить или не нужно, опять же непонятно, практически три года назад. Да, есть такая ситуация, это при переходе между двумя платежными агентами произошел сбой в системе. И начисления за тепловую энергию были не в полном объеме переданы в теплоснабжающую организацию. На данный момент теплоснабжающая организация, это теплоцентраль, обратилась в адрес Мособлгирса, чтобы доначислить те финансовые средства, которые недополучила. К нам обращались, много обращений было от жителей, которые оплатили, и есть платежные поручения с квитанцией об оплате. Для этого необходимо обратиться в абонентский отдел теплоснабжающей организации, они проведут акт сверки, либо снимут задолженность, либо начислят. Но вы имеете в виду, оплатили когда? Оплатили вот тогда, в январе 16-го? Да, в январе 16-го года. А сейчас тогда откуда эти платежки взялись? Сбой произошел именно сейчас? Нет, сбой произошел в январе 2016-го года, при переходе. Это был ноябрь-декабрь месяц, вот так вот я скажу более точно. В ноябре-декабре 2016-го года при переходе двух платежных агентов произошел сбой. Выставлялись платежи населения, кто-то оплатил, кто-то не оплачивал. Сейчас для проведения сверки выставили теплоснабжающую организацию через МОСУ Булгирс, единый платежный агент, выставили населению до начисления. Те собственники и наниматели, которые оплачивали за тепловую энергию, необходимо обратиться в теплоснабжающую организацию или МОСУ Булгирс для сверки. Спасибо. Ну и второй вопрос, который рассматривали городские депутаты, это проблемы с запуском отопления нынешней осенью. Остались они до сих пор еще или уже все решено? Ну, у нас отопительный сезон начался, каждый год начинается все раньше и раньше, ну из-за погодных условий, потому что в течение пяти дней среднесуточная температура 8 градусов положено запускать теплоснабжение. Вся соцсфера была запущена до 28 числа и с первого числа поэтапно начали запускать многоквартирные жилые дома. На данный момент на все многоквартирные дома поставляется тепловая энергия. Да, есть трудности, это в перепуске системы теплоснабжения, потому что на территории Щелковского муниципального района 58 котельных, 12 теплоснабжающих организаций и 1328 многоквартирных домов, которые необходимо в кратчайшие сроки запустить, дать теплоноситель. Это очень непростая работа, это очень сложная система теплоснабжения. Управляющая организация, вот единственная просьба к жителям и управляющим организациям это вовремя реагировать на жалобы жителей там, где есть система завоздушивания. Потому что сейчас в управление ЖКХ, в администрацию поступают вопросы на то, что в одной комнате отсутствует, в кухонной комнате отсутствует отопление. Как бы не во всем квартирном доме, а по стоякам отопления. Для этого нужно работать с управляющей организацией. У нас есть звонок от нашего зрителя, давайте послушаем, и вы ответите на вопрос. Добрый вечер, мы в эфире, слушаем вас. Здравствуйте, я живу на Дальнем Воронке. Хотелось бы узнать, планируются у нас какие-то либо мероприятия по очистке воды питьевой для жителей? Здравствуйте, хороший вопрос. Да, по государственной программе на данный момент в УЗУ номер 3, это которая обеспечивает центр города и в частности Дальний Воронок водоснабжением, проходит капитальный ремонт. Он разделен на два этапа. Первый этап уже начался, он будет закончен до конца этого года. И заключительный этап будет в 2019 году. В 2018 году подрядная организация, которая выиграла конкурс, произведет замену фильтрующего оборудования, насосов и трубопровода. А в 2019 году полностью станция в УЗУ введется в эксплуатацию и будет поставлять населению чистую воду. С какими еще проблемами приходится сталкиваться в вашей ежедневной работе? Я знаю, Аркадий Алексеевич, у вас очень трудно застать на своем месте. Я имею в виду в администрации, вы постоянно в разъездах инспектируете, так скажем, состояние всего и вся, что входит в сферу вашей деятельности. Что чаще всего встречается, какие вопросы чаще всего приходится решать? Чаще всего приходится решать вопросы, это работа управляющих организаций по взаимодействию с населением. Потому что не все управляющие организации идут на контакт с жителями для того, чтобы предоставлять качественные жилищно-коммунальные услуги. Начиная от уборки, заканчивая уже водоснабжением, канализацией, теплоснабжением, горячим водоснабжением. Много управляющих организаций мало времени уделяет этому. Они больше занимаются своими какими-то внутренними проблемами. Я считаю это неправильно. И для этого мы проводим постоянно и управдомы, и совещания в администрации Челковского района, и выезды на место по обращениям жителей. Для того, чтобы разъяснить и устранить то или иное замечание. На данный момент очень много обращений по вывозу мусора у нас поступает. Но это из-за того, что перегружены полигоны, определенные лимиты полигоны выдают на муниципалитет. Для этого мы сейчас будем внедрять раздельный сбор мусора, чтобы эту проблему снять. Уже у нас и в городе, и в районе, и в тестовом режиме мы проходили раздельный сбор мусора. Много велось агитаций, так скажем. И наша телекомпания внесла свой посильный вклад, чтобы разъяснить жителям необходимость этого нового введения. Снимали репортажи, рассказывали, как это происходит. Сейчас даже в школах нашего района, буквально с 5-6 класса, уже детей учат складывать мусор в разные, так скажем, контейнеры, установленные или которые будут установлены во дворах. Я сейчас предлагаю посмотреть видеосюжет о том, как дети учатся. Но потом поговорим о том, как будет внедряться эта система уже буквально с нового года. Давайте посмотрим. На сегодняшний день население Земли составляет около 8 миллиардов человек. Один человек в день в среднем выбрасывает 1 килограмм мусора. А теперь представьте, сколько мусора в день выкидывают все эти 8 миллиардов. Но если научиться правильно сортировать мусор, то его станет меньше, как минимум в два раза. А значит, угроза того, что наша планета превратится в одну большую свалку, значительно отступает. Это и многое другое рассказали ученикам 5 класса Щелковского лицея номер 7. Для успешного внедрения проекта раздельного сбора на территории Московской области необходимо повышать экологическую культуру населения нашего родного Подмосковья. И такими беседами, и различными мероприятиями, направленными на решение экологических проблем, привлекать внимание жителей к этой проблеме. С 1 января 2019 года в Подмосковье в силу вступит закон о сортировке мусора. А это значит, что мы на пути к чистой и здоровой планете. Система предполагает два вида мусорных баков. Синий – для переработки вторсырья, и серый – для бытовых отходов. Из вторсырья можно будет неоднократно изготовить новые продукты потребления, например, новую бумагу или одежду. В Щелковском районе раздельный сбор мусора в тестовом режиме практикуют уже несколько месяцев. Некоторые площадки оборудованы баками двух цветов. О мусоре пока подождем. У нас звонок есть. Я не знаю, наш зритель про мусор будет спрашивать или про что-то еще. Давайте послушаем. Добрый вечер. Вы в эфире. Добрый вечер. Это беспокоит Парковая, 10, квартира 24. Да, да, срежу вас. Татьяна Татьяна Даниловна. Говорите, пожалуйста, слушайте. У нас 2 апреля произошла авария в нашем доме. Дом старый и коммуникации, тепловые трубы проходят под полом квартир жилых. И чтобы устранить эту аварию, нужно вскрыть пол в квартире, в жилой, в которой произведен ремонт. Собственник квартиры не пускает без договоренности о том, чтобы заплатили им за ремонт, который был произведен после ремонта этой трубы. Мы обращались и в управляющую компанию, и в жилой инспекцию, и в прокуратуру, и в администрацию города Щелково. Нет, администрацию района. Но до сих пор никак не могут решить этот вопрос. Какой вопрос у вас конкретно? Можно произвести ремонт в 18-й квартире. Естественно, управляющая организация обязана произвести ремонт общедомового имущества. И согласно 170-го постановления госстроя и 491-го постановления Российской Федерации, собственники обязаны допустить управляющую организацию к инженерным коммуникациям для устранения. В случае, если не допускается, то управляющая организация обязана дать предписание собственнику квартирного дома. И в случае чего, это уже крайний случай, это обращение в суд, чтобы по суду данного собственника обязали предоставить доступ. Спасибо. Давайте вернемся к мусору. Я вот... Там некоторые цифры прозвучали в репортаже, что у нас 8 миллиардов населения на планете, у нас в районе поменьше немножко. И каждый человек, каждый житель выкидывает в сутки по килограмму мусора. Честно скажу, у меня килограмм не получается точно совершенно в сутки. Но даже если верить статистике, при нашем населении, да, это 180 примерно тонн мусора в сутки. В сутки, да, 180 тонн. И это все возможно действительно рассортировать вот хотя бы на две составляющих, как мы увидели. Ну, для того, чтобы рассортировать, это необходимо провести очень большую работу. Управляющие организации и Советом квартирных домов должны своими собственниками ежедневно проводить работу. Чтобы... Население надо наше научить этим заниматься. Чтобы в один пакет складывали пластиковые бутылки, металлические изделия, все, что можно переработать, ну, чтобы пошло на вторсырье. И второй пакет, ну, мусорное ведро, у каждого по-своему будет это организовывать, это органику. Это материал, который пойдет на полигоны и будет захоронен, который нельзя пустить на вторичное сырье. Нет, что значит органикой? Ну, условно говоря, картофельные очистки, да? Да, картофельные очистки, гигиенические предметы, все пойдет на полигоны. На сортировку пойдет только металл, пластик, пакеты, картон. Ну, а вообще, в реальных условиях, так скажем, следующая ступенька. Допустим, что все или большинство наших жителей стали такими сознательными, действительно распределяют по серым-синим контейнерам. Действительно ли те, кто приезжает, вывозит этот мусор, вот у них так же налажена хорошо сортировка этих отходов? Ну, насколько я знаю, в основном мусорные машины, они, как бы у них единый контейнер, да, единый бункер, в который все это сваливается, то, что находится в контейнерах. Все верно вы говорите, потому что со следующего года на территорию Московской области войдет единый оператор, который уже будет этот мусор отсортированный вывозить на определенные заводы, в котором будут уже пластик к пластику, металл к металлу, картон к картону. И дальше будут вывозить на те заводы, которые его вторично будут перерабатывать. А органические отходы будут утилизироваться на полигонах. Для этого и, чтобы улучшить экологию и разгрузить полигоны, для этого это все и делается. У нас все равно такая тенденция наметилась в последние годы. Это закрытие и полная ликвидация полигонов и строительство мусороперерабатывающих или мусоросжигающих заводов. Еще точного определения нет. Все равно полигоны сохранятся в итоге? Пока полигоны сохранятся, потому что все равно, чтобы построить мусоросжигательные или мусороперерабатывающие заводы, это необходимо определенное время. Тем более в Московской области их планируется на данный момент четыре построить. И такой вопрос, может быть, наши зрители не поднимали. Буквально еще два года назад, наверное, самой главной проблемой в сфере ЖКХ в нашем районе, это была практика двойных платежек от управляющих организаций. Год назад, вроде как, это уже были, ну так скажем, единичные, ну или, может быть, чуть более случаи. В этом году, вот как обстоит ситуация, насколько я знаю, так жалоб уже практически не осталось. Правильно вы говорите уже, жалоб практически не осталось, но есть еще многоквартирные дома, спорные многоквартирные дома, которые сейчас собственники подали в суд на несогласие. Но там по реестру лицензии одна управляющая организация, а фактически работает другая управляющая организация. И, естественно, около десяти многоквартирных домов сейчас идет с двойными платежными поручениями. Ну, совещание администрация проводит по этому поводу, совместно с правоохранительными органами. До конца года эта ситуация уйдет. Ну что ж, будем надеяться, что через год эта проблема уже снимется полностью. Спасибо, Аркадий Алексеевич, за то, что нашли время прийти к нам в студию. Спасибо за ответы на вопросы. Я думаю, что зрители тоже остались довольны. Спасибо. То, что ему ответили. Напоминаю, что во второй части программы «Диалог» сегодня у меня был начальник управления по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству администрации Щелковского муниципального района Аркадий Собейников. Это была программа «Диалог». Смотрите нас каждый вторник на Щелковском. Счастливо! Субтитры создавал DimaTorzok